Лев, в 2023 году, вы знаете, будут несколько вот таких значимых тем, которые, я уверена, стоит знать заранее, потому что они могут, ну, скажем так, когда уже придут в вашу жизнь, они застанут вас несколько, может быть, даже и врасплох. Во-первых, я обращу ваше внимание на то, что в первом половине года планета, которая всем нам всегда обещает радости, подарки, любовь ближнего круга и не только, социальный успех всякий разный, наверное, она вот может быть даже всем знаком огненным, к которым вы тоже относитесь, вполне обещает и продвижение карьерного, и деньги немалые, согласно тому, что появляются какие-то новые карьерные перспективы, это планета, планета Юпитер, прекрасно работает на ваш знак в течение всей первой части года, начиная с начала года и до мая, до середины мая. И это время, которое нужно использовать ровно вот для того, чтобы, знаете, себе такой проложить серьезную перспективу движения вперед. Почему потом изменится ситуация? Да потому что потом эта же планета перейдет в знак, который для вас формирует некоторые препятствия. Препятствия связаны именно с получением каких-то материальных выгод, какого-то полноценного, хорошего, качественного результата. То есть планета Юпитер у нас, начиная с мая, переведет в знак Тельца, и там мы ее обнаружим до конца года. А это значит, что с мая до конца года вы будете чувствовать некоторые... С одной стороны, вы будете чувствовать вот этот вот накал, желание двигаться вперед, у вас будет амбиции много, но будет ощущение, что обстоятельства-то не соответствуют вашим ожиданиям. Что хотите вы большего, получаете меньшее, между этим есть разрыв и как бы есть ощущение, ну скажем так, какой-то вот разочарованности. Правда, такое состояние будет, конечно, не у всех львов, но точно у тех, кто родился с 24 июля по 8 августа. Я хочу обратить внимание, что я говорю иногда переходные даты, в которых Солнце еще может быть в знаке предыдущем или уже в знаке, для которого я даю прогноз. Поэтому если вы родились в пограничных датах, то, пожалуйста, обязательно, прежде чем смотреть прогноз по своему знаку, потрудитесь узнать, в каком знаке на самом деле ваше Солнце. Потому что так может быть, что вы еще очень-очень поздный рак, а вполне возможно уже и лев. Но это вот я как раз потому что называю пограничные даты, поэтому я предупреждаю. Ну вот на первую, как бы даже на первую часть льва, да, то есть если мы всех львов поделим на две части, до 15-го градуса льва и после 15-го до 30-го, то вот на них Юпитер, конечно, будет воздействовать с мая до конца года. Это не то, чтобы неблагоприятно, нет, он будет давать рост, он будет давать развитие, но для этого нужны будут усилия, первое. А второе, знаете, как вот будет такой дисбаланс между тем, сколько вкладываете и сколько получаете. Вот я вспоминаю, когда Юпитер ходил у меня на вот таком же аспекте, не к Солнцу, правда, а к другим моим значимым планетам. Вы знаете, я столько работала, у меня было такое большое количество работы. Я просто удивлялась, что я в это время, ну, как бы еще физически не перестала существовать, потому что, ну, было просто переизбыток работы. И где-то работа занимала, ну, наверное, где-то с 8 утра до 12, до часу ночи. И вот так каждый день, и у меня был только единственный выходной, это воскресенье, где-то вторая половина дня. Я не думаю, что у вас ровно так же будет обязательно, но вот квадраты от Юпитера иногда вот такой график тяжелый дают, и ты вроде получаешь результат. Но понимаете, да, слишком большой дисбаланс. Ты стольким жертвуешь ради этого, получаешь столько, ну, скажем так, столько минусов в различных областях жизни, до которых у тебя просто не доходят руки, что потом ты понимаешь, ну, было все хорошо, конечно, но было бы хорошо, если бы все-таки я пришел к какой-то золотой середине. Хотя, честно вам скажу, вот тот период позволил мне делать очень серьезный рывок и в профессиональной деятельности, и в финансовом благосостоянии, и он позволил мне переезд, переезд в столицу. Вот поэтому, может быть, вот если у вас есть какие-то такие большие планы, да, вы хотите грандиозный рывок в своей жизни совершить, а для меня это был тогда грандиозный рывок, после тем более развода, после того, как все-таки я опиралась на другого человека долгое время, да, и самостоятельность, отъезд в огромный город Миллионик. И вот Юпитер, он мне дал, не смотря на квадрат, он мне дал вот эту внутреннюю силу, выдержку, какую-то такую, знаете, вот аккумуляцию энергии на то, чтобы все это выдержать и свои планы реализовать. Если у вас такие большие планы, то Юпитер вам только будет в помощь. Но если у вас не такие большие планы, вы не настолько мотивированы, то, к сожалению, это может обернуться ощущением, что год какой-то, год какой-то слишком полный каких-то ожиданий нереализованных. Поэтому вывод, ищем большие мотивы, ищем большие цели. Тогда Юпитер, даже напряженный во второй половине года, будет нам только в плюс, да, только пойдет нам в плюс. Но с другой стороны, есть благоприятное звучание Венеры в этом году на ваш знак. И оно именно тогда распространяется на ваш знак. Вообще, ну, Венера-то в вашем знаке задержится у нас, получается, с 5 июня по 9 октября. Представляете? Она будет в знаке Льва столько времени, ровно потому, что мы в этом году будем проживать ретроградность Венеры. И ретроградным она будет ровно в вашем знаке, никуда не выбежит, ни в Рака, ни в Деву, только по вашему знаку станет ретроградно ходить. А когда Венера на столь-столь долгое время задерживается в нашем знаке, это один из признаков того, что качество ее мы получаем в свое распоряжение. А качество Венеры это что? Это радость, это маленькие подарки, это маленькие презенты, это ощущение, что тебя все любят и ты всех любишь на земле. Это вот такое рай и благодать. Вообще, Венера очень не любит напрягать своего хозяина. Да, она вот такой элемент в астрологическом символизме, который говорит о том, что расслабься, получай удовольствие. Да, оно может быть из маленьких каких-то вещей состоящее, но зато по капельке, по капельке и вот уже целое море удовольствия получается. Вообще, Венера в Альве, конечно, она сразу про грандиозные удовольствия, безусловно, потому что знак уж у вас такой королевский. И вам нужен масштаб соответствующий, поэтому я думаю, что даже для тех, кто сложно будет переживать, вот буквально вот те люди, кто, те из вас, кто родился с 24 июля по 8 августа, этот Юпитер в знаке Тельца с мая по конец года, все-таки в лето Венера скрадывать будет этот квадратик и наделять всех львов без исключения такой харизмой, таким притяжением, что другие просто не устоят, даже если бы хотели. Поэтому львы, я вас объявляю королями 23-го года, по крайней мере в вопросах межличностных отношений. Вам все карты в руки, пожалуйста, влюбляйте в себя, жените на себе, замуж выходите, ну если вы девушка, да, рожайте детей, создавайте вот эти связи благоприятные, замечательные между вами и другими людьми, обменивайтесь этой радостью, обменивайтесь этими признаниями, обменивайтесь этими чувствами благополучными, потому что, вы знаете, вы способны в этом году такую теплоту и связку благополучную, душевную создать с другим человеком, особенно вот в период, когда Венера будет ходить по вашему знаку, что это потом вам будет на долгие-долгие годы. Дружба, близость, родство, любовь, даже взаимообязательства в это время, они могут быть только в радость вам. Так что я настаиваю на том, чтобы вы не упустили, если вы еще одинокий лев, то Венера во льве с 5 июня по 9 октября, ну должна подарить вам вторую половину, и вы обаятельны, и она чертовски привлекательна. Ну что тут мы можем говорить, или наоборот, да, вы чертовски привлекательна, он обаятелен, и вот вы уже встретились, а вселенная-то нам, партнера, конечно, уже взрастила, нашего, к которому мы готовы. Вот и увидите, как это будет происходить в вашей судьбе. Еще я хочу обратить внимание на тех, у кого дни рождения с 8 июля по 17, с 8 августа по 17 августа, что уран задержится, задержится в этих градусах, и на тех, кто родился именно в эти дни, даст какое-то определенное событие, связанное с переменной, необходимостью переменной. Вот вы, вот кто родился в этот период, будете жить под намокловым мечом каких-то срочных просто перемен. Вот знаете, не хотели, не думали, и вдруг пришел аспект, и просто вы уже не знаете, куда и деваться от необходимости, быстро что-то решать, вообще разрушать старое, строить новое. Вот да, те из вас, кто родился с 8 августа по 17 августа, будут ровно в такой задаче в течение всего года. Опять обращу внимание, что летом вы защищены от сильных потрясений Венерой. Самые ранние львы, кто родился буквально на границе перехода из рака во льва, но, конечно, солнце у вас должно быть во льве, чтобы это относилось к вам, это те, кто родился 24, 25, 23, может быть, 25 июля. Вот так, посмотрите. Потому что в каждом году солнце переходит немного в разные дни, или в разное время суток в дне, в знак. Поэтому тут, понимаете, тут вот прям нужно миллиметровать, нужно уточнять всё-таки. Но если вы лев, то самых ранних львов в этом году очень сильно начинает стимулировать планета Плутон. Это планета трансформации, это планета модернизации, это планета, когда она приходит, она, вы знаете, нас на крупице разбирает, как личность, и как конструктор собирает вновь, ну и как в любом хорошей сборке, остаются детали ненужные, потом мы их выбрасываем. Ну, это метафора, и она несколько такая с юмором, на самом деле Плутон может действовать и достаточно драматично, к сожалению, тем более на оппозиции, на которой он стоит к вашему знаку. Поэтому самых ранних львов, буквально два первых дня, когда солнышко во льве, а это, наверное, 23-24, ну 25 июля, у вас могут произойти очень значительные перемены уже буквально с марта по июль месяц, когда Плутон ещё ходит буквально в первом градусе знака, который вам противостоит. И здесь могут быть разные события, очень разные. К сожалению, я не могу сказать, какие, но я могу только одно вам сказать. Значит, вы должны держаться, вы, во-первых, должны понимать, что когда-то это всё пройдёт. 25-й год этого уже не будет, да, это мы уже всё знаем, а когда мы знаем, когда это закончится, нам легче смотреть вперёд и переживать здесь и сейчас. Это первое. Второе, я вам могу сказать, что вы всё сможете пережить. И любому человеку, любой личности нужна трансформация. Нужно иногда, чтобы нас собрали по, то есть разобрали по винтикам и собрали вновь. Чтобы мы стали более, в этой метафоре, если ей пользоваться, более эффективным, полноценным механизмом. Вот Плутон за этим и пришёл. Посмотрите на него с этой точки зрения. Посмотрите, какое большое благо он принёс в вашу жизнь. Особенно, если она была болотцем до этого. Знаете, всё было так как-то тихо, мирно. Вы уже устали от этого. И тут пришёл Плутон и всё, наконец, поставил с ног на голову. И с одной стороны страшно и тревожно, а с другой стороны, ну так интересно. Ну так интересно. Поэтому где-то даже я вам и завидую. Хотя вот у меня в этом году Плутон стоит на солнце в 23-м. И, в общем-то, что мне завидовать? Я и сама буду разобрана по кусочкам. И собрана, как, надеюсь, более эффективный механизм. И затмения. Затмения всё ещё продолжаются. Я хочу обратить внимание. Лунные затмения этого года продолжаются на оси, которая вас всегда несколько тревожит. Она всегда вас несколько напрягает. Это ось, телец, скорпион. Поэтому лунные затмения мая, лунные затмения октября – это вот два затмения, которые могут быть поворотными точками в вашей судьбе. Поэтому здесь есть точки биферкации в году. Ну, обратите внимание, уважаемые львы. Ну, нет вам покоя ни ночью, ни днём. То вот это вот водолей, там Сатурн всё ходил с Ураном, они там в перемешку на вас действовали, не давали вам жить спокойно. То потом эти затмения начались. Но пока нет спокойствия полного для вас. Пока ещё не родилась та конфигурация, которая бы дала вам вот это спокойное движение вперёд. У вас ещё пока время трансформации. Но я надеюсь, что вы не оставите попытки узнать о себе больше, о своей судьбе. Где-то её спрогнозировать, где-то просто в терапевтических целях послушать астрологию и понять – ничего, переживу, меня сейчас успокоили, меня сейчас ресурсировали, да, сейчас мне уже лучше стало. Мне кажется, что у астрологии две темы основные – это терапия и практически алгоритмы, которыми мы можем пользоваться. Делай раз, делай два – получишь это. Не делай раз, не делай два – получишь, скорее всего, вот это. Я надеюсь, что вы оценили уже качество астрологического материала. Что оно может дать, когда к нему подходишь осмысленно. Так что подписывайтесь на меня, где бы вы меня ни смотрели, потому что я осмысляю материал, прежде чем его вам выдавать. Вы меня можете смотреть вконтакте, вы меня можете смотреть на цене, в моём телеграм-канале «Астрология с Ермолином Татьяной» или на ютубе. Где бы ни смотрели, да везде подпишитесь и поставьте колокольчик на ютубе. Таким образом вы будете знать, что у меня выходит новое для вас видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!